Почти 70% госслужащих корпуса Б в Западно-Казахстанской области получили эффективный результат. Это означает соответствие критериям занимаемой должности. В Казахстане в прошлом году была введена новая модель госслужбы. Поступление и продвижение по карьерной лестнице теперь определяется результатами внутренних конкурсов среди сотрудников. Главный специалист городского отдела предпринимательства Мейрам Хайров впервые в госслужбу пришел 5 лет назад. Работал статистом. После тестирования был назначен специалистом. По его словам, нынешняя аттестация оценивает личностные качества и потенциал для продвижения по карьерной лестнице. Получил позитивные впечатления, считая, что смог доказать еще раз свою профессиональную подготовку, знания, способность решать возникающие вопросы. Аттестация дает шанс расти в профессиональном плане. Повысить доверие населения к власти с помощью повышения компетентности госслужащих – одна из задач реформы государственной службы, отмечают специалисты. Не случайно в состав аттестационной комиссии пригласили представителей общественности, ученых и депутатов. Таким образом, оценку деятельности наших госслужащих и определение соответствия их занимаемым должностям, определение, выработка рекомендаций на их повышение либо понижение в должностях, дают не столько их непосредственные руководители, сколько само общество. Это свидетельствует также о большом шаге со стороны государства в обеспечении открытости и транспарентности деятельности государственной службы. Вопросы, конечно, разные задаем. Первое – это функциональные обязанности, законы Республики Казахстан, антикоррупционные законы и ситуационные вопросы в данный момент, что касается функциональной обязанности. По итогам тестирования большая часть госслужащих корпуса «Б» прошла аттестацию, из них 27% получили превосходную оценку по всем 11 компетенциям тестирования, а 70% признаны эффективными в работе. Окончательные результаты аттестации станут известны после прохождения заключительного этапа – собеседования. В итоге с Базарбаева была Чарльгасов, Уральск, Хабар, 24.